здравствуйте ребята сегодня у нас 27 декабря а температура за бортом 58 градусов фаренгейта ну скажем так это где-то плюс 15 а то и плюс 16 скорее всего даже плюс 16 небольшим 25 было воскресенье 25 это праздник 26 возмещающий выходной то есть понедельник был в общем-то общий национальный выходной а сегодня 27 сегодня кто-то едет на работу как я кто-то вообще отпуск взял есть такие компании которые для всех сотрудников эту неделю делают полностью выходными оплачиваем и днями но таких не сравнительно немного но такие тоже есть мы вчера съездили в walmart и купили себе немножко новых там елочных игрушек а кстати наши друзья которые приехали летом сюда они себе вчера купили елку ну такую искусственную елку и вчера купили там игрушки все елки пили гирлянды эти с лампочками и все это было так как все эти украшения все эти атрибуты здесь идут именно к рождеству то после праздника после 25 декабря все это полцены продается и даже мы себе тоже купили кстати новую елку у нас есть уже но она уже как-то старая потрепанная мы себе короче опять новую взяли и вот она должна была стоить она стоила 90 долларов до до праздника а вчера мы ее взяли за 45 еще там не знаю несколько лет она нам прослужит мы как-то не очень берем не знаю что-то мне не очень нравится брать настоящие елки от них потом столько иголок на полу это ужас какой-то так что ребята вот кто живет в америке и кто отмечает новый год но в общем то как я рождество никакой не отмечает так как просто но она мне незачем вот лично мне это незачем то есть понятно все друг друга поздравляют я тоже поздравляю это для меня не проблема это в принципе я люблю все праздники но просто как бы я не отмечаю его прям вот из глубины души так сказать поэтому для меня новый год это именно новый год и елка это все-таки для меня это к новому году хотя понятно что даже в россии до революции елка это было именно рождественские атрибуты новый год придумали уже в советском союзе но так как мы все выросли в то время то для нас с вами ребята для всех новый год это главный праздник на религиозные праздники лично для меня это вообще пустое место но это уже как бы кто как хочет так сказать вообще интересно после рождества уже начинок уже американцы начинают выставлять елки на улицу то есть мы все праздник закончился у них новый год елки не связаны друг с другом ну так вот многие наши сообразили значит что можно елки бесплатно брать и они едут вот в те районы где люди выставляют елки и берут себе очень даже неплохие елки бесплатно и забирают себе домой и украшают вот так вот 26 27 в общем до 31 числа люди находятся бесплатно хорошую пушистую елку так что даже выгодно получается что ты отмечаешь немножко другу немножко по-другому праздники живя в америке то есть вот некоторые вот так делают если набрать они торговля елками все еще идет но и вообще в целом в южном бруклине но в других районах где русскоязычные не распространены там уже все там уже заканчиваются там даже и распродажи уже нет ни в полцены ничего их просто уже увозят некоторые там измельчают на удобрение для следующих елок елки же с ферм привозят специальные их выращивают там потом срубают и привозят но в общем те что не продали идут потом как-то там я так понял на удобрение обратно то что вот такой вот но по-моему у некоторых бизнес даже собирать елки в районах других и потом приезжать их не так дорого продавать в районах типа брайтон бич там шипсы в общем там где по-русски говорят люди вот такие вот вот такая вот интересная особенность жизнь русскоязычных людей в америке ну вот и наш короткий день на сегодня закончился время пол четвертого но короче мы все разъехались по домам так как кажется я уже говорил никого кроме нашей команды в общем то сегодня нет многие работают из дома либо просто отпуск взяли на эти четыре дня недели выгодно взять отпуск на четыре дня потому что фактически получается то есть субботы по следующий понедельник и следующего даже следующей недели а через неделю всю неделю начиная там суббота воскресенье Воскресенье, следующие 7 дней с понедельника по воскресенье и еще понедельник. То есть получается 10 дней сразу, взяв только 4. Ну, удобно. Правда, цены всегда в это время тоже соответствующие. Знаете, там на самолеты, там еще куда-то. Вообще в какие-то курорты, там, в гостиницы. Потому что это известное время, когда как раз, да, все берут отпуск, все путешествуют. Так что это все неспроста. Ценообразование здесь очень, в этом случае, как раз-таки, законы рынка работают очень хорошо. Когда есть спрос, то, соответственно, и предложения очень много. И по не совсем адекватным в большинстве случаев ценам. Это нормально, ребята. Так всегда бывает. Я не знаю, последнее это видео в этом году или нет, наверное. Вообще, может быть, и последнее. Поэтому я вас поздравляю с наступающим, а кого-то, может, уже и наступившим Новым Годом. Я там не мастер говорить какие-то там тосты, речи там суперкрутые. Я вам уже говорил. Я, в общем-то, как раз-таки, эту часть праздников по-русски я как раз-таки не люблю. Когда там обязательно тост надо сказать, там, не знаю, на несколько минут, очень умный. Лично меня это раздражает. Так что просто всех поздравляю с наступающим, с наступающим или уже наступившим Новым Годом. Ну, а чего я вам желаю, вы уже сами знаете. Я вам давно уже это желаю после одного известного человека. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну, вы же понимаете. Надеюсь, мы все будем держаться и там, и тут. Так что все будет хорошо. С Новым Годом, господа!